Всем привет, друзья! Меня зовут Дима, и сегодня мы продолжим играть в игрушку под названием The Escapist на карте, которую сделал Рома. В прошлый раз мы остановились на том, как мы сломали две стенки и попытались найти красный ключик, но наши попытки не увенчались успехом, и мы ничего не нашли. Сейчас я перед записью сам попытался найти красный ключик, и в итоге узнал, что этот красный ключик находится у офицера, которого зовут Crazy Mega Hell, или же Руслан. Теперь наша задача будет заключаться в том, чтобы избить Руслана, отобрать у него красный ключик и сделать слепок этого самого красного ключа. И для побега мне остается, в общем, найти этот самый красный ключик и, в общем, скрафтить кусачки и контрабандный мешочек. Для всего этого мне потребуется очень много предметов, а денег у меня очень мало, так что давайте сегодня попытаемся либо эти предметы найти в столе, как у заключенных, либо нам придется выполнять задание, потому что нам придется найти два или три скотча, два файла и одну фольгу. Окей, на завтраке нам делать больше нечего, уходим оттуда, и теперь начинаем обыскивать камеры, и надеемся, что мы найдем какие-то офигенные предметы. Окей, второй столик, и мы нашли скотч. Офигенный предмет, замечательно. Теперь мы потратим еще меньше денег, и еще мы нашли файл, да ладно, вау. Вот это прям серьезно вау. Так все, все эти предметы оставляю у себя в туалете, и гребни, наверное, оставлю в столике. Замечательно, продолжаем обыскивать. По-моему... Так, челленджа я обыскал или нет, что-то не помню. Так, нет, у челленджа я не был, и у Своркипера, значит, я точно был. Нет? Окей. Своркипера ничего интересного не продает, идем дальше. Итак, у нас столик Ути, Ути, просто дофига. Очень интересных предметов. С их помощью можем с кем-нибудь подружиться, но я что-то пока никого на горизонте не вижу, а просто так пройти через металловый скатчик с запрещенными предметами я не могу. Так, окей, Своркипера, иди сюда, будем тогда дружить с тобой, надеюсь, ты не против. На тебе, в общем, чувак, бойщик Пинариума, и на тебе два гребня, и ты нас уважаешь уже на 74%. Ну, достаточно неплохо. Так, анимен там у нас дальше, анимен ничего не продается, к сожалению. Окей, давай тогда побегаем за Своркипером, так и быть, подружимся с ним прямо на 100%. Так, Своркипер, на, держи, в общем, тебе еще парочку заточек, сейчас мы их заточим, конечно же, для тебя. Держи одну заточку и вторую заточку. Все, у Своркипера уже больше 80% вложения, а это значит, что мы можем взять его даже в банду. То есть, у меня банда не из двух человек, а из трех. Замечательно, пока дела идут просто отлично. И дальше у нас идет столик анимена. Так, опять один гребень. Опять там фонарик был, фонарик я брать не буду, он мне нафиг не нужен. Идем дальше, дальше на Савергон. Пожалуйста, хоть бы я нашел еще один файл, либо фольгу. Окей, пока что нам почему-то не везет, остается всего лишь два столика. Нашли лист металла? Ну, к сожалению, этот гребный лист металла мне нафиг не нужен. А вот еще один скотч, да ладно, вау. Вот это прям серьезно вау. Вот это прям заискепис радует нас сегодня. По-моему, там еще какой-то предмет был. Да, гребень. Очень много гребней, очень много заточек у нас, целых шесть. Их даже мне положить некуда. Да ладно. Много аптечек, много зажигалок. Ну что ж, жвачки, я думаю... Нет, жвачки не потребуются, кусок мыла мне не потребуется. Господи, я даже не знаю, куда эти гребни деть. Через час будет уже перекличка. И я думаю, на этой перекличке я опять с кем-нибудь подружусь. Давайте я не... Что, мы еще и с Сор Кипером? А, господи, я же только что не подружился, уже забыл. С Сор Кипер, держи тогда еще один гребень тебе, чувак. И мы теперь со Сор Кипером очень хорошо дружим, практически опять на 100%. У меня есть банда уже из трех человек. И со всеми из них я уже дружу на ссылок 100% практически. Так, у Анимена есть задание. Антон. Антон хочет, чтобы я избил Ивангая? Нет, чувак, я этого делать не буду. Дальше у нас у Брайна есть лекарства для кого-то. Выполняем задание, получаем свои деньги. У нас уже практически 100 баксов. И эти деньги надо уже куда-нибудь потратить. Но пока ничего интересного у продавцов я, к сожалению, не вижу. Так, Рома у нас потерял немножко уважения. Давайте, наверное, подарим ему еще одну заточку. Замечательно. Совсем скоро у нас будет уже завтрак. И во время завтрака я хочу взять свою банду. И попытаться избить Руслана. И забрать у него этот самый красный ключик. Надеюсь, у меня все получится. И если все получится, я просто офигею. Мы, кстати, взяли задание. Там кому-то потребуется туалетная бумага. И надо еще найти шоколадку для Ивангая. Так, шоколадки у меня, по-моему, нету. А вот туалетную бумагу мы отдаем прямо сейчас челленджу. Которую мы уже потихлили. Заточки из гребня. Откуда она у меня здесь? Так, здесь у нас створкипер и Брайан. Так, а надо челленджи найти. Челлендж, челлендж, господи. Аниман, вот он челлендж, который к нам не очень хорошо относится. Челлендж, держи свою туалетную бумагу. Так, сейчас схожу к себе в столик. Посмотрю, нет ли там шоколадки. Шоколадки здесь, к сожалению, нету. И то есть я не смогу выполнить здание в ванне. Зато мы нашли журнал, вау. А это означает, что я сейчас могу. Я смогу сейчас скрафтить постер. И сломать ту стенку, которая у нас находится в лазарете. И закрыть ее плакатом. Но, блин, мне это, в принципе, не надо. В принципе, эти стенки я смогу сломать только с помощью одной вилочки. Окей, пока этого делать не буду. Просто этот журнал оставляю у себя в столике. Отлично. Кстати, ребят, для крафта этого ключа мне потребуется ровно 80 интеллекта. А у меня интеллект уже немножко упал. Так что пока у нас есть свободное время, давайте сгоняем библиотеку по-быстрому. И прокачаем немножко интеллекта. Пусть будет это 4 или 5 единичек. Ну, я думаю, этого будет нам вполне достаточно. Так, 82, 83 и 84 единички. Ну, да, этого мне хватит. Там кто-то уже подрался. У нас... Кто подрался? Алло. Где это? Так, окей. Брендит у нас продает скотч и фольгу. Вот эти вот предметы мне нужны. Я их покупаю. И прямо сейчас крафчу себе контрабанную сумку. По идее, если у меня нет запрещенных предметов, и я с этой контрабанной сумкой пройду через металлоискатель, у нее не отнимется ни процента. Да, это абсолютная правда. Отлично. Теперь мы... Теперь мы имеем контрабанную сумку. Теперь мы сможем таскать заверченные предметы через металлоискатель. Окей, у нас ужин. Как я и сказал, во время ужина я хочу попытаться избить Руслана. Поэтому беру те предметы, которые мне понадобятся для крафта за маски. Или же слепка этого ключа. Так, оставляю все остальные предметы здесь. Бегу на ужин. Кстати, мне еще потребуется контрабанный мешочек. Вот так вот. Теперь иду на ужин. Беру свою банду. И просто ищу Руслана. Надеюсь, у меня получится его найти и избить. Так, идет у нас Рома первый. Потом, потом, потом Ваня. И где у нас последний чувак? Это у нас должен быть своркипер. Сваркипер где-то задержался, чувак. Ну что ж. Что ты уходишь-то от меня? Братан, своркипер, иди к нам, иди к нам, иди к нам. Все. Банда из трех человек у нас есть. Идем и ищем Руслана. Криси Мегахелл, Руслан. Красава, 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 красава. Он как раз... Так, так, так. Тихо, 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 тихо. Они избивают офицеров. Теперь мы должны взять этот ключик у Руслана. Сейчас этот офицер меня спалит, конечно же. Сейчас я должен быстро зайти в крафты, скрафтить замазку и скрафтить слепка этого ключика. Все. И вернуть этот ключик Руслану. Господи, как нас не спалили? Да ладно. Я так рад, что у нас все наконец-то получилось. Ребят, наконец-то, господи. У меня есть этот самый красный ключик. Теперь мы крафтим. Жидкий пластик. И теперь мы крафтим сам этот красный ключик. Замечательно, господи. Наконец-то мы все сделали. Так, красный ключик мы оставляем здесь. Форму охранника тоже оставляем здесь. И контрабандную сумку надо тоже где-то оставить. Но у нас уже места нету, блин. У нас что? У нас три скотча. То есть, смотрите. Два скотча мне потребуются для крафта кусачек. И все. Один скотч у меня получается лишний. Так что, наверное, я его возьму. Дубинку подаю, наверное, Роме. Она мне нафиг не нужна. И сейчас мне дадут немного подозреваемости за то, что я не пришел на завтрак. Надеюсь, мне немного дадут. Ну, где-то 70 единичек. Надеюсь, меня никто не убьет. Окей, 90 почти подозреваемости. Здесь кто-то еще подрался. Брайан со Савергоном. Вау, у Савергона был еще один скотч. Господи. Если меня сейчас какой-нибудь из офицеров спали, то что я так нагло беру Савергона, меня нафиг убьют. Ай, господи, за что? О, окей, хотел стырить скотч у Савергона, но ничего у меня не получилось. Блин, очень жалко то, что меня избили офицеры. Блин. У меня был бы еще один халявный скотч. Окей. Аниман хочет, чтобы я нашел ему лекарство. Потом у Сваркипера есть еще один клей. Отлично. И Савергон хочет, чтобы я нашел ему свечку. Неплохие совсем задания. Сейчас посмотрим, есть ли у меня еще один клей. Так, клей у меня еще один есть. Чернила есть. А это означает то, что мы сейчас можем скратить фейковый блок стены. Отлично. Все, берем все эти предметы. Идем. И... Блин, ребят, у меня сейчас очень мало слотов. Надо только бумагу и чернила оставить здесь. Потом сбегать в столовую, взять одну вилочку. И все. Теперь мы ломаем эти стенки и ставим туда фейковые. То есть, за место одной стенки мы поставим плакат. А за место второй стенки поставим просто тупо фейковый блок. Сейчас сначала мы его должны скрафтить. Этот фейковый блок крафтится очень легко. Из двух папье-маше и чернил. Замечательно. Все. Ложный блок стены у меня есть. Теперь ломаю этот блок. И быстренько ставлю сюда ложный. Замечательно. Две стенки мы сломали. И теперь я в любой момент смогу их снять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пофиг на всех, пофиг на всех. Прямо так нагло поднимаю Ваню, забираю у него файл. И благодаря Ване я смогу скрафтить себе уже вот эту вещь. Это у нас хлипкие кусачки. Слушайте, если я прямо сейчас найду еще один файл, то я смогу сбежать сегодня. Я, в принципе, и сегодня смогу сбежать, потому что одну стенку я смогу сломать с помощью обычных вилок. Так что, окей, ребят, сбегаем мы сегодня. Надеюсь, я не свейлюсь, потому что если это будет файл... О, господи. Нет, я не хочу перезаписывать. Я уже перезаписываю в четвертый раз. И нет. Еще раз я не хочу перезаписывать. Придется выкладывать файл. Так, теперь ножики оставляю здесь. Ночью мы их заберем. Окей, ребят, через пару часов мы уже отсюда будем сбегать. Три вилочки. Четыре вилочки, я думаю, будет вполне достаточно. Ну да, на один заборчик понадобится ровно четыре вилки. А другой заборчик мы сломаем уже с помощью моих кусачек. Окей, жалко то, что мы не нашли еще один файл. Так... Так... Так бы было бы все просто офигенно. Просто очень офигенно. Так, берем дальше вот эти вот предметы. И мне еще потребуется веревка из простыни. Все, блин, у меня даже больше лишних слотов не осталось. Вау. Все пока идет просто замечательно. Надеюсь, мы сегодня, правда, сможем сбежать. И, надеюсь, никто нам не помешает. Окей, 22 часа. Совсем скоро у нас отбой. Так, новых зданий я брать не буду. Сейчас дождусь, пока придут все у нас продавцы. И попытаюсь купить у него гребаный файл, но мне не хватает денег. Да ладно. Так, свеча, лекарства, свеча, зубная щетка. Этих предметов у меня нету. То есть, ни свечу, ничего я не могу скрафтить. Господи. Очень жалко. Так бы я смог выполнить задание Ромы. Или кого-то там. Блин, у нас есть провод, но у нас нету, к сожалению, батарейки. Окей. Давайте я прямо сейчас переоденусь. Эх, эх, блин. Купили бы файл, но нет. Такой гребаный файл. Все, все предметы для побега у меня есть. Теперь я просто... Господи, Рома, продай мне этот файл. Ну ладно. Теперь я просто убегаю отсюда. Снимаю, во-первых, эту стенку. Ставлю плакат отсюда. Ставься, мразь. Потом иду дальше. Вилочки, слава богу, у меня не забрали. Захожу сюда. Все, у нас отбой. Опять беру парочку вилок. Залазю наверх. И сначала мне придется ломать вот этот заборчик. Этот заборчик у нас не под напряжением. Поэтому мы его просто так начинаем ломать. Ломать мы его будем, конечно же, долго. Но в порядке где-то. За два часа, я думаю, мы его сломаем. Потом мне надо будет как-нибудь сбросить свою усталость. Я, правда, не продумал, как я это буду делать. В принципе, нам всего должно хватить. Окей, сломали мы уже практически 50%. Так, 60. Надо было побольше. Побольше 56. Так, все, половину прочности мы уже сняли. Продолжаем ломать. И у нас ломается... А, слушайте, я знаю, как можно будет усталость снять. Можно будет просто на кроватке полежать в изоляторе. Вот так-то. Все хорошо. Продолжаем ломать. 44 единички. Идет первый час ночи. Остается всего лишь у нас вроде бы 6 часов. Стоп, 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 стоп. Нет, нет, 5,5 часов. Потому что снайперы у нас просыпаются что-то в районе 6. Окей, а мне остается сломать всего лишь... Доломать этот заборчик. И сломать еще один заборчик. В принципе, это я сейчас очень быстро сделаю. Сейчас доломаю этот заборчик. Потом пойду... Не сломаю этот заборчик. Надо, в общем... Отправляемся в изолятор. Сейчас мы там просто на кроватке полежим. Сбросим свою усталость. Надо сбросить ее, наверное, до процентов 50. Дальше даже больше. Итак, мы уже сбросили очень много усталости. Ну, 50 процентов. Я думаю, надо еще чуть-чуть побольше сбросить. Да, отлично. Поднимаемся. Вставай. Встаем. Встаем, встаем. Надо работать. Дальше берем этот ножик. Поднимаемся. Ломаем эту стенку. Два удара остается всего лишь. Потом мы очень быстро бежим к генератору. Мы его отключаем. И идем ломаем тот заборчик, который у нас под напряжением. То есть генератор у нас находится вот здесь вот. Вырубаем генератор. Берем еще какой-то предмет. Нам выпал лом. Лом нам нафиг не нужен. Я бы обрадовался, если нам выпали кусачки. Не просто кусачки, а легкие кусачки. Но нет, нам не повезло. Идем и ломаем теперь этот заборчик. Он, в принципе, под напряжением. Но электричество мы уже вырубили. Слава богу, у нас есть кусачки. И мы этот заборчик очень быстро ломаем. Даже у этих кусачек еще немножко прочности останется. Ну, да ладно. 16 процентов. И делаем последний удар. Все. Сломали этот заборчик. Потом мы с помощью веревки для веревки с простыни прыгаем сюда. И, в принципе, мы сбегаем отсюда. Ребят, карта реально офигенная. Большое спасибо Роме за то, что сделал эту карту для нас. В общем, если вы хотите еще одну карту для Ромы, то давайте как-нибудь его заставим это сделать. Давайте, не знаю, или будем флудить у него на трансляции, чтобы он сделал еще одну карту. Либо будем флудить у него в комментариях. Ему в личку писать в ВК. Не знаю. В общем, ребят, мы просто должны как-нибудь уговорить Рому, чтобы он сделал еще одну карту. Потому что эта карта просто офигенная. В общем, ребят, я вам напоминаю то, что ссылка на эту карту вы найдете в описании. Там же есть ссылка на мою группу. Обязательно заходите в мою группу. И, в общем, если вам понравился этот ролик, то вы можете поставить лайк, позвать друзей. Ну, а с вами был Дима. Я с вами прощаюсь и говорю всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok